И теперь к другим темам. Столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода и на препятствие. Так выглядит картина по основным видам дорожно-транспортных происшествий на территории Ненецкого округа, которые произошли в 2019 году. Об аварийности в регионе за минувший период шла речь на пресс-конференции, которую для окружных СМИ провел начальник отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому округу Леонид Николаев. 2019 год в сводках ГИБДД по Ненецкому округу отмечен 31 дорожно-транспортным происшествием. ДТП унесли жизни двух человек и еще 37 было ранено. Уменьшение показателей отмечено по числу дорожно-транспортных происшествий. В 2018 их было 32 и по числу погибших на одного человека меньше. А вот число раненых по сравнению с 2018 годом напротив увеличилось. Рост составил более 12%. Более 96% всех происшествий дорожно-транспортных происшествий, это у нас, как я уже говорил, 31 происшествие. 29 происшествий у нас зарегистрированы и совершены по вине водителей транспортных средств. 29. По вине водителей у нас 2 человека погибли и 35 ранено. По вине пешехода у нас зарегистрировано одно происшествие, где сами пешеход пострадал. И одно у нас происшествие зарегистрировано по вине пассажира. Пассажир маршрутного автобуса получил травму. При этом причина совершения этой травмы – это несублюдение правил пользования общественным транспортом. Львиная доля ДТП совершена на территории города. 64,5% погибших нет. Рост показателей аварийности в окружной столице отмечается с 2016 года. На территории Заполярного района зарегистрировано 11 ДТП, в которых 2 человека погибли. Одно смертельное ДТП произошло в посёлке Индиго, где погиб водитель квадроцикла. Второе – на Наульском месторождении, в ходе которого погиб водитель автокрана. По месту совершения, к сожалению, уже с первой половины 2019 года у нас идёт такой момент, что никак мы не можем выпрямить эту ситуацию, что у нас улицы, ряд улиц столицы округа признаются наиболее аварийными, наиболее опасными. Это у нас улица Юбилейная, вся протяжённость улицы Юбилейная. 60 лет октября – Баучейского, Ленина, Пырерка. Ну и на территории Заполярного района аварийные участки у нас – это автозимник Наульского месторождения, автодорога Нарян-Мар-Красная и автодорога Халянский-Барандей. Аварийность на дорогах обусловлена некачественным состоянием дорожной сети. Недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорожного полотна установлены на месте 16 ДТП, в которых ранения получили 21 человек. Основными причинами ДТП по итогам 2019 года являются четыре вида происшествий. Львиная доля почти 48,5% от общего числа дорожно-транспортных происшествий – это столкновение. Почти 13% – опрокидывание транспортных средств. Далее идут такие виды ДТП, как наезд на пешехода и наезд на препятствия. Дорожно-транспортные происшествия в Ненецком округе в 2019 году произошли из-за несоблюдения очередности проезда перекрёстков, нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, неправильный выбор дистанции и нарушения правил проезда пешеходных переходов.